Девушки отдыхают Для покрытия своих нужд она заводит мужей, как собак Одного, второго, третьего Главное – шикарно выглядеть И выполнять все свои прихоти Какой ценой – узнаем в суде Гражданин Канады не смог прибыть в Россию на похороны своего отца И выслал деньги брату на установку роскошного памятника А когда приехал через год, увидел на могиле деревянный крест Куда делись деньги, выяснит суд Я согласна платить алименты на содержание своей дочери Но какого-то левого мужика, который с ней живет, я содержать не намерена После развода отец должен нести ответственность за своих детей Но почему суд обязал его содержать бывшую жену с любовником? Сможет ли мужчина добиться справедливости в суде? Истец-1 Алексей Мусин и Истец-2 Сергей Агафонов Предъявляют иск о разделе имущества Ответчик Маргарита Мусина просит признать дом ее личной собственностью Пожалуйста, истец, кто первый будет выступать, пожалуйста Дело в том, что я три месяца назад развелся с Ритой Это вот как раз ответчица Когда мы разводились, мы имущество не делили Потому что никто об этом не заявлял На самом деле мы жили у меня в квартире Но за это время, пока жили, накопили какое-то имущество, технику, мебель И где эта техника, мебель? В вашей квартире? У меня дома она осталась, да Меня это и удивило, понимаете, что жена ничего не забрала Это мне показалось сразу подозрительным И впоследствии все разъяснилось, но через месяца-два Сколько лет вы прожили в браке? Два Два года? Через два месяца разъяснилось, да Два года и три месяца назад развелись? Да Развод уже оформлен? Оформлен, да, у меня есть свидетельство о расторжении брака Так, какое имущество вы просите разделить? Мне был разделен двухэтажный коттедж, который находится в Московской области Какой он вообще имеет к себе отношение? Вы просите разделить двухэтажный дом, да? Да, да, совершенно верно Так, дом, где находится этот дом и когда он был приобретен? Он находится в Московской области, на южное направление Он был приобретен как раз во время брака моего с Ритой В течение этих двух лет На кого зарегистрирован этот дом? На меня Зарегистрирован он на Риту Но это ни о чем не говорит Вот у меня имеется выписка из кадастрового реестра Земельный участок был приобретен еще до нашего брака Я на самом деле на него не претендую Так, земельный участок приобретен до брака? Да То есть вы не просите его разделить? Нет, он был приобретен в браке с Сергеем Сергей это второй истец, он является первым мужем Риты, я соответственно вторым Вот у меня имеется фотография, это кстати сделал Сергей То есть он Как вы сдружились-то? Братья кролики А о строительстве дома вы знали? Нет, это все укрывалось Именно вот этот объект, который достаточно ценный Хорошо, на чьи денежные средства строился дом? Ну конечно на общее, на семейный бюджет Ой, что ты мне говоришь Подождите, ответчик Как же тогда вы говорите, что вы не знали о том, что дом строился Но в то же время дом строился на общий бюджет Ну потому что я особо не контролировал эти средства Вы знали о том, что у ответчика имеется земельный участок? Я про это не знал Тоже не знали? Не знал Я даже Какой у вас доход? У меня доход порядка Во всяком случае, какой был доход в период брака с ответчиком? Ну в среднем 1070-90 То есть я работаю в торговле и у меня зависит от продаж То есть это зависит от месяца Но вот приблизительно Ближе к... Документы имеются, которыми вы можете подтвердить свой доход? Ну я с собой документы эти не захватил У меня не взяли, пожалуйста, передайте документы, которые у вас имеются через судебный убийство Да, из кадастрового реестр выписка, свидетельство о расторжении Пожалуйста, второй истец Поясните Сколько лет состояли в браке с ответчиком? Мы состояли три года Три года? Три года Развелись, как уже прошло два года Земельный участок приобретали в браке? Нет Я узнал это только после нашего развода И значит, я считаю, этот участок, половина этого участка должна принадлежать мне Потому что этот участок был приобретен в момент нашего совместного проживания А вот если я буду собственником этого участка, то значит мне должно принадлежать то, что было на нем построено То есть и половина дома тоже должно принадлежать мне Почему половина домов из кладов? Были ли вложены денежные, супружеские денежные средства в приобретение земельного участка и дома? Нет, ну, я знаю, что зарплата и моя, и жена это общее Какая у вас зарплата? Ну, я 70 тысяч получаю, я бухгалтером ДК работаю То есть если моя бывшая жена, например, она не на мои деньги купила, а накупила это свои сбережения То это все равно является общим, понимаете? И я вправе получить половину со всего же, что было на этой купе Почему вы просите половину дома на момент расторжения вашего брака? Дом еще не был введен в эксплуатацию Соответственно, он считался недостроенным Он же расположен на участке, который я половину боялась Он расположен на участке, причем здесь половина Вы имеете право, половину от недостроенного дома В том случае, если докажете в суде, что в строительство, равно как и в приобретение данного земельного участка Вкладывались ваши общие совместные супружеские средства Доказательства у вас есть такие? Ну, вас тоже это касается Ваша честь, какие могут быть доказательства, если... Какие? Письменные доказательства, свидетельские показания Я вам эти доказательства предоставил, то есть информация о том, что... Что вы мне предоставили? Вы мне справку предоставили Это было приобретено во время брака Вы считаете, что это достаточно, да? Это все общие... Передайте мне, Светик, старостажение брака Средства переводились во время брака, соответственно, они были... Куда они переводились? Вы даже вообще не знали о существовании ни дома, ни земельного участка Потому что скрывалась информация о том, что он имеется, понимаете? Так, пожалуйста, отвечи... Ваша честь, помолчи ты уже Ваша честь, дело в том, что мои горе-мужья вообще не имеют никакого отношения к моему имуществу Потому что они столько не зарабатывали просто А вы зарабатывали? Я не зарабатывала И вы не зарабатывали Но зарабатывал мой любимый мужчина У вас есть еще любимый мужчина? Да, есть Каким образом был приобретен земельный участок? От третьего лица он перевел на счет компании, которая реализовывает эти семейные участки И тем самым оплатил этот земельный участок Так что это никак вообще не касается... Доказательства имеется? Да И дом он построил, что ли? Да, есть доказательства, с какого счета переведены деньги И то, что это от третьего лица Да, у меня все доказательства есть И что это выходит? Да, и что это значит, Ваша честь? Пока ничего не выходит Суд удалится для вынесения решений и расскажет вам, что выходит Нет, ну это значит, что моя бывшая жена зарабатывала проституцией Она продавала собой А это тоже считается общей семейной закон Слушай, заткнись! Ты сутеневрен Я не прав, разве? У меня такое ощущение, что вы бредите Ваша честь, дело в том, что и строительство дома И ремонт, который был произведен весь... Внутренний отдел Ну, да Во всем этом помогал мне мой мужчина Он снимал деньги со своего счета и давал мне, ну, наличкой И я уже наличкой расплачивалась И это можно доказать по движению средств по его счету Есть также договор, подтверждающий все оплаты Договор с кем? Со строительной фирмой О строительстве дома Кто заключал договор со строительной фирмой? Кстати Ваш любимый мужчина? Мой мужчина, да То есть он оплачивал договор? Да, он оплачивал договор Акты, приемки были подписаны? Да, 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 все есть Со строительной? Кто акты подписывал? Тоже ваш любимый мужчина? Давайте уже как-то его... Он не будет у нас безликим Он все подписывал, но как бы думал на меня Как зовут вашего... Синявский Илья Викторович Пожалуйста, документы передайте Ваша честь, можно... Нельзя Я докажу, что она лжет У меня есть неопровержимые доказательства Сейчас суд изучит документы И представите ваши неопровержимые доказательства Так Договор об оказании услуг Заключен на имя Синявского Акты выполненных работ Подписаны Синявским Платежи Тоже везде Синявский Что-то я не наблюдаю нигде ваших фамилий Исцы На самом деле Синявский это совсем не любовник Илья Викторович, я его знаю Я хочу его пригласить в зал как свидетеля Это начальник моей супруги И у него наверняка тоже имеются соответствующие документы Пожалуйста, свидетели пригласите Свидетели из СА, войдите Он еще и со стороны из СА Проходите Представьтесь, пожалуйста Добрый день, ваша честь Меня зовут Синявский Илья Викторович Значит, хочу представиться Я являюсь генеральным директором Крупнейшего международного медихолдинга Также семьянином И заявляю официально и открыто Что интимных связей С ответчиком я не состоял Я вас об этом не спрашиваю Извините Я стоял в дружеских отношениях с ее с отцом К сожалению, покойным И имел общую долю бизнеса По ее просьбе устроить Риту на работу Ну так пристроить девочку Ну естественно, отказать ему не мог в этом плане Ну и далее произошла трагическая, говорит, судьба Ее отец умер И я остал... у меня осталась его доля в бизнесе Я вызвал Риту себя в кабинет И предложил ей эту денежную сумму Она заявила, значит, во избежание растрата денежных средств Купите земельный участок в элитном поселке Что я, в принципе, и сделал Дали никакого отношения строительству коттеджа Но договор-то заключен между вами и строительной компанией Да, Илюш, как же так не совпадает Что-то подозрительно Может, он не легитимный, этот договор Какое слово-то вы знаете, естественно Да, мы проверим Договор Знаете, да, этот договор? Подойдите сюда Знаком вам этот документ? И вот договор на оказание услуг Вы его подписывали Денежные средства вы перечисляли? Денежные средства я перевел именно только в строительный, на земельный участок По строению я уже по строительству компании не имею отношения Занимайте свое место Так, ответчик, прокомментируйте, пожалуйста Ну, Илюш все, конечно, врет, потому что мои голубки Опять врет Вы же только что сказали, что он вообще ваш любимый мужчина И он вам все построил Ну, оказалось, что мои голубки его припугнули Ну, беременная жена на восьмом месяце И, естественно, если сказать ей, что я его любовница То у нее случится выкидывание еще, не дай бог, что-то Илюша, милый мой, а как же вот это кольцо, которое ты мне подарил С гравировкой Так, свидетель Дорогой Ритте, а ты Свидетель Рита, ну, гравировку такую можно сейчас нашлепать, извините В любой дешевой юлирке Это не является доказательством наших отношений Далее, короче, чтобы по отношению Если вы заявляете, что супруги подошли ко мне Ну, у меня также имеется и личная охрана, и общественная охрана Ваша честь Просто так ко мне Представляешь Рита, никаких технических доказательств, а также свидетельских показаний у вас нету Дорогой мой, что-то еще хотите добавить? Да, хочу добавить, что если проследить все движения по его счету То все суммы, которые я платила рабочим, вот тютелька в тютельку Да, вы все представили, все выписки представлены Именно, да, такие же суммы Суто оценят эти доказательства, удаляются для вынесения решений Прошу всех встать Далее в программе А что мешало вам работать? Руки, ноги есть, здоров Да я понимаю, у меня как бы душа не лежит А, у вас душа не лежит Получив от брата деньги на установку памятника Мужчина вынужден был потратить их на выплату долгов умершего отца При этом он не может объяснить, откуда у него появились средства на покупку личного автомобиля Я согласна платить алименты на содержание своей дочери Но какого-то левого мужика, который с ней живет, я содержать не намерена Еще взяли, что он содержится на ваши пять тысяч На какие только хитрости не приходится идти женщинам, чтобы вытянуть из бывшего мужа деньги Особо талантливым удается содержать за счет бывшего и нового любовника Суд принял решение В исках обоих истцов, которые являются бывшими мужьями ответчика О разделе спорного имущества, а именно земельного участка и жилого дома Отказать в полном объеме Суд не удовлетворяет заявленные исковые требования обоих бывших мужей и ответчиц На основании статьи 34 часть 2 Семейного кодекса Российской Федерации Так как спорный земельный участок и возведенный на нем жилой дом Были приобретены не за счет общих супружеских средств истцов и ответчика А несмотря на то, что это происходило в период браков А на личные средства ответчика Иными словами, на личные средства третьего лица А именно свидетеля, который был допрошен в судебном заседании Утверждение истца, что строительство жилого дома было осуществлено за счет средств свидетеля Подтверждается представленными письменными доказательствами Выписками по счетам Также строительными документами Иными письменными доказательствами Таким образом, в судебном заседании установлено Что супружеские средства истцов и ответчика в период их браков На возведение жилого дома, равно как и на приобретение земельного участка Не расходовались На этом основании И в соответствии со статьей 36 часть 1 Семейного кодекса Российской Федерации Суд удовлетворяет встречный иск ответчика И признает спорную недвижимость личной собственностью ответчицы Соответственно, отказав истцам в разделе и земельного участка, и дома Понятно решение суда? Ваша честь, это... Понятно Дело закрыто Не получите Не твои, не получишь Решение суда В иске отказать Встречный иск удовлетворить Вы знаете, после того, что я сегодня узнал про свою жену Я просто не могу успокоиться Я обязан наказать ее Я пойду дальше по судам, потрачу свое время Ну и отсужу свою законную половину дома и земельного участка Я вообще не понимаю, на что эти два козла рассчитывали Это мои деньги И не важно, как я их заработала Истец подает иск о возврате денежных средств Предназначенных для погребения и установления надгробного памятника Ответчик иск не признает И утверждает, что потратил деньги на выплату долгов умершего отца Пожалуйста, истец, изложите ваши исковые требования Ваша честь, добрый день Я прошу вас и требую взыскать с ответчика моего родного брата Войнова Михаила Григорьевича 3000 долларов США Или эквивалентную сумму в рублевом эквиваленте Это 185 тысяч рублей Объясню, как бы, в чем суть я дела Я порядка около 8 лет проживаю в Канаде Я работаю инженером-программистом Вот Соответственно, как бы, когда год назад я узнал страшную новость О том, что нашего отца не стало Я был очень сильно опечален Но у меня была такая ситуация, что моя жена Она была в очень тяжелом положении Она никак не могла... Очень тяжело проходила беременность Я не мог приехать чисто физически на похороны И я у брата спросил, как я могу помочь Он ответил, ну, думай, сам не знаю Я говорю, сколько денег выслать? Он говорит, ну, я не знаю, смотри сам Я говорю, 3000 долларов тебе хватит? Он говорит, да хватит Я отправил ему... Толь, ну, у тебя отмазки только Какие тут деньги? Ваша честь Вот ему главное, чтобы деньги Отличка, я вам разведавала слово? Извините Вот стойте и ждите своей очереди Хорошо Я отправил ему денежный перевод С указанием, как бы, получается, от кого деньги Кому деньги И с указанием на значение платежа Это на организацию похорон Установку хорошего памятника для нашего отца Который нас с ним вдвоем вырастил один Потому что у нас... У вас не было матери? Мама очень рано не стала Вот И, там, оградку, там, на поминки и на прочее Я очень ни разу, пока я работаю, там, в Канаде Я ни разу не мог чисто физически приехать сюда Ну, конечно, у тебя бизнес, у тебя все дела Не до нас Соответственно, я полагаю, что мой брат Пользуясь тем, что я ни разу не приезжал Что я не узнаю, куда и на что он потратит эти деньги Соответственно, как бы, в этом году я приезжаю вместе с семьей В свой родной город И первым делом я иду на могилу своего отца Чтобы, как бы, ну, повидаться с ним Поклониться ему И что я вижу? Заросшую какой-то травой могилу Заплесневелый деревянный крест и ржавую обличку Ой, ну, Толя, я же тебе объяснял Я в шоке был Толя, я объяснял, ну, почему так произошло уже Я просто в шоке был Сейчас объясните мне Теперь уже Я для этого высылал деньги И этого я должен был Это должен был я увидеть Естественно, что я нет А организация похорон Вы же говорите, что вы на ритуальные услуги тоже высылали деньги Да Я могу сказать так Что после того, как я увидел Я сразу же пошел к нему И задал ему соответствующие вопросы Где памятник? Нет, ну, крест же я поставил Но подешевле, но тем не менее Он стал давать какие-то невразумительные ответы Что я, мои деньги пошли Все там, типа, эти деньги на оплату долгов отца И прочее, и прочее Ну, правильно Я говорю, ну, может быть Соответственно, как бы Я стал опрашивать соседей Друзей Знакомых Мне все в один голос заявили Никаких долгов у отца не было Нет, ваша честь Ну, откуда они знают? Мало ли, что они там говорят И попутно все в один голос Мне рассказали следующее Что примерно в то же время Как нашего отца не стало Мой родной брат Купил себе машину И рассекает по городу С какими-то девками И с музыкой Нет, ну, это, конечно, привлечение Рассечение Я, конечно, не отрицаю вашу честь Что приобрел машину Но мне просто было необходимо Для того, чтобы, как бы Я ведь три года не работал Кстати, справка, если не веришь, есть О чем? О том, что вы не работали? Да, что три года А что мешало вам работать-то? Руки, ноги есть, здоров Да, я понимаю У меня как бы душа не лежит А, у вас душа не лежит Мне хотелось какое-то что-то творческое Чтобы, как бы, создавать Может, творить Ну, кроме графика Ну, для начала бы создали бы Памятник отцу установили Ну, памятник, ну, понимаете Я же поставил крест Так, подождите, ответчик Сейчас мы вернемся к вам Что касается ритуальных услуг Помимо всего прочего Я нашел человека Который мне рассказал Что мой брат Ни на похороны Ни на поминки Ни на установку Памятника Оградки Ни рубля не потратил Почему? А как же хоронили вашего отца? Я могу сказать так Что мой отец На протяжении порядка 30 лет Все время Всю жизнь свою Работал на заводе И получается Организацию Похорон Поминки В заводской Столовой Расходы на погребение Все оплатил завод Ваша честь Но это неправда Я все равно Это все подтверждается Чеками Из бухгалтерии Но чеками Имеются у вас документы? Вы запросили эти документы? Я документы эти запросил Эти документы Может предоставить Мой Свидетель Ваша честь Документы в суде Попросить вас Передать мне документы Во-первых Нет Вы стойте пожалуйста На месте Через судебного пристава Передайте документы Что у вас там еще? Да Еще надо сказать так Что я когда Я выяснил Что На похороны Вот пожалуйста Моему брату Назначение платежа На похороны И установление памятника Все написано Еще конкретно На что именно деньги Конечно Ответчик Пожалуйста Получали перевод? Да Получал В какой сумме Получали перевод? Как все правильно говорит Мой брат В сумме 180 тысяч На похороны И установление памятника Да Совершенно верно Но понимаете Я конечно Я же не отказываюсь Я установил Памятник Ну не памятник конечно Попроще Крест Дело в том Что мой У вас сколько крест Обошелся? Ну там Относительно немного Где-то 25 тысяч Ну что вы смешите меня? Деревянный крест Ну не деревянный 25 тысяч Ну что это такое? Ну все равно Там были какие-то расходы Еще на венки Ну какие-то Вы уже выяснили Что сейчас Придет свидетель Принесет документы Вы хоть лишнего Понимаете Я-то сам лично знаю Что и венок заказывал А кто Могилку попросил За это Чтобы могильщики Выкопали Не знаю Это тоже расходы Вот Ну свидетель Пускай расскажут Документами Вы можете подтвердить На какие деньги Купил автомобиль Я тебе объясняю На остальное Оставшие деньги Там где-то 105 тысяч Рублей Мне пришлось Приобрести автомобиль Что значит Вам пришлось Приобрести автомобиль Я уже объяснял Потому что так как Я не работаю уже Три года Мне нужно было Заниматься частным Извозом Чтобы как-то Себя немножко Поднять Выйти в люди Чтобы зарабатывать То есть фактически Вы подтверждаете Что те денежные средства Которые вам Прислал брат Не расходовали По назначению Ну практически Но дело в том Что я все равно Планировал Думаю крест Он пока Ну что там Допустим Земля осядет Если уж так Разбираться Более глубоко Сколько времени Прошло с момента смерти Вашего отца Год Один год Я планировал Думал подняться Но денег-то нет Ну я планировал Заработать На частном извозе И потом уже Поставить Памятник И тогда уже Сказать Отдать долг Понятно Что там у вас Справка о том Что вы не работали Ну справка да О том что Ко делу не относятся Свидетели Пригласите пожалуйста Свидетели с САВ Идите Ваша честь Понимаете Я еще хотел сказать Ему отцу Он сам человек простой Ему как такового Все эти помпезности Дорогие памятники Не нужны Это не вам решать Ну даже если Ну поставят этот памятник Ну что У нас своруют его Там или вандала разграбят Ну конечно лучше машину себе купить Ну лучше Но она как все таки Ответчик вы закончили выступление Хорошо Пожалуйста Свидетель Представьтесь Меня зовут Пятницкая Анна Владимировна Я очень долго знала Отца этих двух братьев Григория Ивановича Потому что мы Работали на одном заводе Много-много лет И жили в одном доме Более 30 лет вместе Поэтому знаю его очень хорошо И могу констатировать Такой факт Что все деньги Которые были Истрачены на поминки На установку Ритуальных каких-то услуг Все Заплатил завод Потому что я на нем работаю Бухгалтером И все документы И чеки Есть Что венки Поминки Все устраивалось В заводской столовой Нашей Нет Ну вы свидетель Я покупал Вы свидетель Вы не имеете права Предоставлять документы Если истец Ходатайствует Я ходатайствую о том Чтобы эти документы Были представлены суду Пожалуйста Через судебного пристава Передайте Пожалуйста И да И еще я хочу сказать Что сразу после похорон Через месяц Михаил Купил действительно Подержанный автомобиль Мало того Что он купил этот автомобиль И он потом его разбил Кстати Потому что с девками катался В пьяном виде Ну конечно Я еще и пьяница Спасибо Да 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 Конечно А если бы Анатолий Прислал бы мне эти деньги Памятник Давно бы уже стоял На могиле Откуда мы знаем Да Может все прикарманили Да Конечно Ой слушайте Вы бы лучше помолчали Тебе перед отцом не стыдно Да А тебе не стыдно Ни разу не поверить Что-то удаляется Для вынесения решения Ты представь себе что они стоят здесь Ты посмотри в голову Я подожаю Прошу всех встать Далее в программе Я согласен Платить алименты На содержание своей дочери Угу Но какого-то левого мужика Который с ней живет Я содержать не намерена Почему взяли Что он содержится На ваши пять тысяч После развода Отец должен нести Ответственность За своих детей Но почему суд Обязал его содержать Бывшую жену С любовником Сможет ли мужчина Добиться справедливости В суде Оглашается решение суда Суд принял решение Иск о возврате денежных средств Предназначенных для установления Надгробного памятника Удовлетворить И взыскать С ответчика В пользу истца Сумма в размере 185 тысяч рублей Суд удовлетворяет Заявленные исковые требования Так как между истцом И ответчиком Возникли обязательственные отношения И это установлено В судебном заседании По установке памятника И погребения Умершего отца Истец Целевим назначением Предоставил ответчику Денежные средства В размере трех тысяч долларов Что эквивалентно 185 тысячам рублей На которые Тот обязался Организовать установку Гранитного памятника На могиле отца И соответственно На основании Статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации Возникли обязательственные Отношения Как установлено В судебном заседании Истец Ответчику Денежные средства Перевел Но ответчик Данные средства Использовал Не по назначению Памятник на могиле Отца Не установлен Ритуальные услуги Были оплачены Администрации Завода На котором Работал Умерший Данные обстоятельства Подтверждены Письменными доказательствами А объяснение Ответчика По поводу того Что часть Денежных средств Он Вынужден был Отдать Как бы Раздать За долги Не нашло Своё подтверждение И данным Объяснениям Суд Не доверяет На этом основании Иск удовлетворён Дело закрыто Благодарю Ваше честь Прошу всех встать Решение суда Иск удовлетворить Я очень расстроен Информацией Которую узнал О своём брате Вот Как говорится Но Что есть То есть И очень хорошо Что у меня остались Квитанции С наночением платежа И у моего свидетеля Тоже Купи необходимых документов На оплату Объявлённых Услуг Обидно конечно Что Собственный Родной брат Подал На меня в суд Из каких-то Денег И теперь мы с ним Будем врагами И даже не знаю Как теперь Возвращать ему долг Маш Опять сопьюсь Истец Виталий Ланских Подаёт иск Об освобождении От уплаты Алиментов На содержание Бывшей жены И о возврате Части выплаченных Алиментов Ответчик Вера Ланских Иск не признаёт Истец Пожалуйста Я вас слушаю Ваша честь Прошу освободить меня От уплаты Алиментов И Взыскать С моей бывшей супруги 30 тысяч рублей Это те деньги Которые я выплачивал В течение полугода На её содержание Когда вы развелись? Развелись мы примерно Год назад И суд присудил мне Выплату алиментов 15 тысяч рублей На содержание моей дочери Оли И 5 тысяч рублей На содержание жены Которая находится В декретном отпуске Ребёнку сейчас Сколько лет? Ребёнку В прошлом месяце Два года исполнилось Два года Обоснуйте пожалуйста Ваши требования Значит В течение Всего времени Я выплачивал алименты У меня есть все справки И Недавно я узнал Что моя бывшая супруга Живёт С новым мужчиной Мне её мать Сама сказала об этом И какое это имеет Отношение к иску? Я узнал Что в статье В семейном кодексе Есть статья 120 Которая В которой гласится Что При вступлении Бывшего супруга В новый брак Всё правильно Мы не вступили в брак Мы не вступили в брак Мы не вступили в брак Почему они не вступают в брак? Вот это вот меня интересует Они тянут деньги Вы полагаете, что Не вступают в брак Для того, чтобы 5 тысяч в месяц получать? Да Глупость, конечно Глупость Ну какая глупость? Я тебе не стыдно, Виталий Это глупость Я и так плачу деньги На содержание ребёнка Отвечик, я вам делаю замечания Какие ещё может быть 5 тысяч? В общем Моя зарплата 60 тысяч в месяц Недавно я познакомился С новой девушкой Вот, с новой девушкой На которой я хочу Жениться У неё есть Сын, которому Отец Не платит алименты В отличие от меня А, то есть ты хочешь Того сына содержать А про нашу дочку забыть Я согласен Отвечик, я согласен Отвечик, делаю вам замечание Второй раз Ещё одно замечание И я вас оштрафую Я согласен платить алименты На содержание своей дочери Но какого-то левого мужика Который с ней живёт Я содержать не намерен Почему вы взяли, что он содержится На ваши 5 тысяч? Ну она что? Почему она не выходит за неё замуж? Мы сейчас спросим её Об этом Документы передайте, пожалуйста Вот это вот Все квитанции А это справка о зарплате Выписка, да Справка о зарплате То есть правильно я вас понимаю Что вы просите Освободить вас От уплаты алиментов В связи с тем Что ответчица проживает С другим мужчиной А почему вы хотите Помимо того, что вы просите суд Освободить вас От уплаты алиментов Ещё и 30 тысяч взыскать с неё На каком основании? Полгода я уже платила Она полгода с ним живёт Какой ты жадный Я жадный так и остался Такой жадный Я тебе шубы дарил Да какую шубу ты мне дарила? Это вообще-то мамина шуба была Старая Да Это мамина шуба была Понимаете? Я ничего не получила шубу Ищила же всё это время Что? Шуба из чего? Песец А ты всё хорошо помнишь Молодец Не забываешь свои подарки Хорошо, продолжаем Ответчик Пожалуйста, слушаю вас Ваше отношение к иску Виталий, мой бывший муж Он просто жадный Как мы все слышим Он всегда отличался И соответственно Всё вы правильно сказали Отношение к иску Вы с иском согласны? Я не согласна с иском То есть я вообще понять не могу О чём он говорит Если я действительно не работаю Он объясни Я о чём он говорит Вы проживаете с другим мужчиной Он считает, что этот мужчина вас содержит И уже целых полгода Вы получаете пять тысяч Что такое вообще пять тысяч? Каждый месяц Каждый месяц Получаете пять тысяч Какие большие деньги Ты вообще в магазин заходишь Ну в сейчас не полгода Олечка, во-первых, она очень часто болеет Мы ходим в аптеку за лекарствами Меня сейчас Пётр, мой сожитель Не содержит То есть мы живём на те деньги Которые мне А почему он тебя не содержит? Да потому что он на себя Только эти деньги тратит Потому что у него сейчас нет денег А куда он эти деньги тратит? Я сейчас всё объясню Мы сейчас взяли договор долевого строительства Возьмите, пожалуйста, документы посмотреть Или... Сначала всё изложите А потом я посмотрю документы Хорошо Мы взяли договор долевого строительства Потому что Пётр, настоящий мужчина Принял решение, что мы будем жить втроём Пётр настоящий мужчина, который живёт на мои деньги Он меня сейчас не содержит Потому что он только сейчас приступил к нормальной работе У него только началась карьера И поэтому я ему даю, как женщина, реализовать себя И, соответственно, да Сейчас у него денег нет Вам необходимы, которые вам истец выплачивают Сейчас у нас уже пошёл рост Мы взяли квартиру Я продала нашу квартиру за 2 миллиона 800 тысяч рублей Он взял кредит на полтора миллиона И сейчас мы каждый месяц выплачиваем кредит У нас очень много денег уходит на выплату кредита Сейчас произошла форс-мажорная ситуация Это только ваша проблема Только прекратите Сейчас произошла форс-мажорная ситуация И строительство заморожено У нас идут судебные разборки Как только мы получим свою долю Каждый получит свою долю при разделе Мы официально поженимся Вам сложно поставить печать в паспорт? Я не понимаю этого Он остановит ребёнка И тебя я больше вообще не хочу видеть в своей жизни Всё, поняла вас, ответчик Давайте документы Сейчас можно мне ещё свидетеля, Петра Он присутствует со мной Настоящему мужчину, да? Да, настоящий мужчина В отличие от этого А я не настоящий Ты не настоящий мужчина И ты не настоящая женщина Да, конечно У меня теперь тоже есть настоящая Я очень рада Пригласите свидетеля, пожалуйста Свидетель-ответчик, войдите Вот тот мужик, которому так необходимы 5 тысяч Я прошу, не оскорбляйте Я не могу 5 тысяч 5 тысяч вы выплачиваете на содержание своей бывшей жены Которая пока что ещё в брак не вступила А почему? А почему не вступила в брак? Здравствуйте, ваша честь Здравствуйте, зачем с этого? Меня зовут Пётр И всё? Это моя гражданская жена, Вера Жена Представьтесь, пожалуйста Гражданская жена Гражданская жена, да У нас нет понятия гражданская жена Это называется сожительница Хорошо А что же вы не женитесь-то? Смотрите, я вам сейчас объясню Смотрите, вы изменяете деньги, вытягиваете Ну 5 тысяч вытягивают каждый месяц Жильё Понимаете? Тоже деньги, правильно? За полтора миллиона Я взял кредит на полтора миллиона Я лично взял его У меня зарплата составляет 45 тысяч рублей в месяц Какое это имеет отношение к делу? Я вам сейчас расскажу 25 тысяч я каждый месяц плачу за кредит 20 тысяч остаётся на жизнь Я плачу Ребёнку лекарства оплачиваю Проездные билеты Кварплату И ничего не остаётся А за мои 5 тысяч ты бьёшь пиво каждый месяц Таких лоцист называли людей Который бросал своих жён и детей Я её не бросала А как это называлось? Я это жадности тебя А как это называлось? Я бросила тебя Я бросила 5 тысяч рублей Я полгода переваривал этот развод Я не мог поверить в это Ваша честь У меня даже есть все необходимые документы Подтверждающие мои слова Вот договор кредита Вот, пожалуйста, справка 2 НДФЛ Чего не женитесь? Чего ты не женишь? Вы понимаете? Я сейчас не могу жениться Нам надо долгостроить Закончить квартиру Переехать А 5 тысяч рублей Нам не хватает А эта цена для нас Очень высокая Это цена твоего пива Да какого пива? Да я вообще не пил Я не говорила ему мать Что ты каждый вечер хлещешь пиво Он вообще к ребенку раз в полгода приехал Откуда он узнал? Он приехал за полгода К ребенку Представляете, за полгода Один раз Я не интересовался даже Я алименты отсылала Я сделаю Теперь я приехал Стой Давай делаем так Слушайте, ну подождите Вам что, так нужно присутствие ИСА в вашей жизни, что ли? Смотрите, это деньги Необходимы мне Ну на что? Какие деньги вам необходимы? 5 тысяч рублей? Да, это маленькая сумма Я согласен Но именно И вот пришли в суд В качестве свидетеля Я понимаю, что вы хотели бы больше Но как-то вот не складывается Понимаете, я ему хочу предложить Такую идею Ты мне мои деньги верни Ничего мне не предлагай Верни мне 30 тысяч От чего? И я от вас отстал От своих слов И заплатил на 5 тысяч рублей Это просто Еще 5 тысяч рублей Да он даже не дает сказать мне Смотрите, он буквы Вы никому не даете сказать Вообще ничего Смотрите Что вы ему предлагаете? Я ему предлагаю Сделать таким способом Когда мы выплатим Долгострой Кредит на долгострой Я усыновлю Олечку Сейчас Я тебе усыновлю Она меня папой называет Я тебе так И я ничего не буду требовать От этого человека Оля Поймите Сейчас ситуация Долгостроем очень тяжелая У нас все приостановилось Я тут при чем? Ты мне деньги эти не имеешь Так, чтобы ребенок А что, говорится Живенька не понимаешь А что? Ради ребенка стараемся В следующей программе То есть его вещей нет? Нет О чем ты говоришь? У меня папки у тебя есть Слепая девушка вышла замуж Но вместо счастливой семейной жизни Испытала горькое одиночество и унижение Почему муж не захотел жить с ней под одной крышей? Что делать, если квартиру инвалида Облюбовали многочисленные родственники супруга? Ваша честь, вы же должны понять Как женщина Почему я должна вас понимать Как женщина? Я судья Буду носить решение На основании закона Муж лишил денег Кормящую мать Бедная женщина Скоро пойдет побираться Чтобы купить молока и хлеба Для себя и ребенка Можно ли, находясь в браке Обязать мужа Выделять деньги жене? Как одно маленькое животное Способно разрушить семью Кого нельзя приводить домой ни в коем случае И почему муж связал беспорядок в квартире С изменой жены Узнаем в суде Ты меня обманывала полгода Да кто тебя обманывал? Ты меня в свою ноги тянула Ну что это такое? Ты меня обманывала Ты жмотлый отцы Почему ты за него на ночь не выйдешь? Прошу, садись Мне даже вот просто смешно Вот просто это все слушать Ты больше мужу в пыль Оглашается решение суда Суд принял решение Иск об освобождении От дальнейшей уплаты алиментов На содержание бывшей жены До достижения общим ребенком возраста трех лет И о возврате части выплаченных На содержание жены алиментов В размере 30 тысяч рублей Оставить без удовлетворения Потому что закон Предоставляет право бывшей жене Получать алименты На свое содержание В течение трех лет Со дня рождения общего ребенка Независимо от ее материального положения Статья 90 Часть 1 Семейного кодекса Российской Федерации То обстоятельство Что бывшая жена В настоящее время Вступила в фактические брачные отношения С другим мужчиной Не освобождает изца От обязанности По уплате алиментов На содержание бывшей супруги Потому что фактические брачные отношения Не порождают никаких обязанностей По отношению К друг другу У ответчика И соответственно свидетеля Поэтому в иске отказано Истец продолжаете Выплачивать 5000 рублей В месяц На содержание вашей жены До достижения ребенком Трехлетнего возраста Спасибо вам большое Понятное решение суда Дело закрыто Ты понял Прошу всех встать Я возмущен, что моя бывшая супруга Будет продолжать жить со своим хахалем На мои деньги Я буду жаловаться И подавать апелляцию Я, если честно, очень устала ходить по этим судам Общаться с мужем Через суды Я просто не понимаю Почему он просто не может Меня содержать Ежемесячно мне выплачивать Определенную сумму Прошу всех встать Незнание закона Не освобождает От ответственности Вы сейчас поняли, что я сказала? Естественно, мы это все будем делать Вы включаете И защищаете свое право Смотрите дела семейные Чтобы не совершить Роковой ошибки Истец Вы что, правда хотите на ней жениться? Правда Слушайте, мне кажется, что вы очень гармонично существуете Может, вы не будете разводиться? Судья Елена Кутьина не вернет любовь Я тебе не мать Да все, истец Я поняла вас Не продолжайте Но восстановит справедливость В первую брачную ночь она обманула Вы тоже ее обманули? Она рассчитывала, что будет брачная ночь А ее не было Субтитры создавал DimaTorzok